здравствуйте друзья чем только не обидишь незнакомого человека вот я хочу сказать то есть вроде и мысли нет а вот вроде и обидел расскажу случай значит вчера известная блогерша наталья квик мне говорит а я никак понять о чем она говорит вот там какая-то женщина ей написала процент что то я там как ты ее обидел потом где то она там видео какой то сняла показывает мне это на экране я не я эту женщину не знаю и говорит на каком-то твоем форуме флорида ялта почему одним можно другим нельзя никто никому нет не поможет там даже затем короче слушали ничего понятным и тут до меня доходит так как то я знаете голова забита и тут у меня доходит действительно на форуме говорим про юс а это большой раскрученный форум это ну я бы сказал единственный по серьезному большой серьезный иммиграционный форум он как бы заточен под гринкарт лотерею но там вообще на любые темы и так исторически получилось что я там практически с первого дня когда еще вообще так может быть было 10 человек ну случайно так вышло и так потихоньку и я там очень активно участвовал я модератором был и наверное сейчас остаюсь там в нескольких разделах работа страхование там может быть это может еще что-то финансы и но понимать как с появлением вот этого канала нашего я просто уже времени такой не имею я как бы технически остаюсь модератором и иногда там хожу проверяют там какую-то почту там еще что-то свое но но в общем я я просто уже не в состоянии участвовать в работе форма так активно как раньше ну и вот проверяю почту личную переписку там на форуме иначе натыкаюсь на письмо человека который видя что я являюсь модератором то есть обращается ко мне там с какими-то жалобами важно еще что сказать я не администратора модератор там модераторов два десятка человек и модератор имеет право делать что-то только в своем разделе вот в котором он модератор например моя собственная история адаптации которая там написал лежит в разделе там не помню чего и я например не могу пойти подправить иногда бывает я там хотел бы словечко подправить или там например что сказать например ошибка будет грамматическую не не могу то есть вот даже даже модератор но не в этом разделе а там значит да ну вот модератор там написано модератор женщина пишет мне и говорит что почему удалили моё ссылку на моё видео то есть она пришла на форум и оставила ссылку поместила ссылку на собственное видео дело в том что когда вы смотрите на это с точки зрения модераторов администраторов раскрученного ресурса ежедневно какие-то люди приходят с единственной целью попользоваться как вот этим ресурсом с целью раскрутки себя это не то же самое меня например тоже часто обвиняли что я там давал ссылки на свои видео но я там с первого дня я написал там тысячи сообщений я часть этого форума понимаете когда я там допустим даю какую-то ссылку я не пришел туда для того чтобы попользоваться или там злоупотребить чем-то я там был тогда когда ни одного пользователя не было понимаете приходят люди которые не часть если бы он был частью форума тусовки общался бы там все дела никто бы ему и слова не сказал но поскольку он пришел с единственной целью злоупотребить ресурс соответственно каждый день все это выметается метлой вы не посмотрите насколько это так сказать насколько сразу видно кто и что и зачем пришел значит и претензия состоит в том что почему вот ее это видео удалили а там кто-то на флориду ялту ссылку давал так вот ту не удали и я объясняю я вежливо я могу проигнорировать но я вежливо объясняю что два существенных отличия есть первое отличие состоит в том что флорида ялта не приходила на этот форум чтобы давать ссылку на свое видео понимаете кто-то пришел кто-то в каком в контексте какого-то разговора дал ссылку на флориду ялту так так много ссылок дают в той мере в какой ссылка идет в контексте чего-то и она как бы помогает людям лучше понять обсуждаемый вопрос проблем нет эти то есть это не флорида ялта сама пришла людмила этого не делала эти у нее нет так такого значит второй аспект существенный состоит в том что людмила раскрученный русскоязычный блогер иммиграционный такой американский и я даже не знаю есть ли кто-то более раскрученный может быть там бьюти блогеры я не знаю там у них может быть больше подписки хотя с точки зрения трафика количество просмотров у людмила совершенно феноменальный канал то есть я не знаю там таких как я надо там троих собрать чтобы значит там сравняться поэтому я хочу сказать что никто не подозревает людмилу или кого-то кто повесил ее видео в попытке использовать чужой ресурс для того чтобы самой себе там где-то раскрутиться вот вот собственно и все и ну естественно люди обижаются чего-то вот им кажется несправедливость что никто никому не помогает что она готова была там деньги заплатить я не беру денег я я не являюсь владельцем форума говорим про вес я являю я очень скромная там персона если там написано что это модератор там таких как я два десятка человек вот я абсолютно никаких решений здесь не принимаю и не участвую и вообще как бы на самом деле отошел от какого бы то ни было модерирование просто я вижу чек спрашивает мне не удобно прыг я не люблю игнорировать людей я не люблю когда меня игнорируют я не люблю других игнорировать я вежливо отвечаю вот значит что касается вообще раскрутки ресурсов это процесс деках и господи да если бы легко было ресурсы раскрутить я сам честно сказать не знаю если у меня спросите как получилось что наш канал быстро пошел в раскрутку в техническом смысле я не знаю как это произошло потому что у нас было полторы тысячи подписчиков и все то есть они исторически сложились там за какое-то время потому что я в течение там трех лет трех с половиной лет вешал какие-то видео были были ссылки на форуме говорим про с вот на эти видео со встречей а те кто приезжает в аэропорт а вы там будете полторы тысячи человек но дальше когда я начал вот вот тот блок который сегодня существует на этом же канале подписка начала расти так стремительно и я уже не давал ссылок я посчитал что это было бы неудобным не неэтичным вот я больше ссылок не давал и как-то она сама я я не знаю как честно поэтому я бы я бы так калости чак хочет начать блок он должен давать адекватный материал какой-то так и он должен залез на ключевыми словами там его кодировать чтобы он в поиске выходил получше и все пойдет вот я я не знаю буквально вот мам сын была у нас там не знаю два месяца назад у него там было четыре тысячи с чем-то а сейчас под восемь наташа квик приехала ну сколько она здесь два месяца за два месяца у нее с десяти тысяч там с копейкой стало 14 растет быстро вы вы только начните знаете начните делать такое что люди хотят смотреть и дальше она как-то раз расходится я не знаю как честно я я не компетентен сказать как это происходит ну но происходит вот так что выходит в recommended videos у других блогеров на тесте у вас хорошо ключевыми словами прописано то когда люди смотрят одно видео то ваши тут сбоку выходит на него на него кликают я я так понимаю у меня например если посмотреть на мой канал то в поиске с и поиска приходит я боюсь собрать 55 может быть четыре с половиной 55 с половиной процентов людей которые смотрят видео вот они посещение они приходят через поиск ну 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 может для начала может быть и это неплохо у нас где-то миллион миллион сто пятьдесят миллион двести тысяч просмотров в месяц пять процентов от такого дела это тоже 60 тысяч не так плохо 60 тысяч вот соответственно если там все что есть это это только выход в поиске но 60 тысяч совсем неплохо просмотрим только с поиском поэтому наделся спокойно видео кодирует ключевыми словами и не пытаться какие-то как сказать есть не симпатичные какие-то способы вот приходят люди вот он делает себе на там в том же ютюбе вот есть тут один мужичок я его забанил там буквально с двух-трех но это я несколько раз удалил потом думаю в бизнесе по удалению что я его сразу же и забанил и он какой-то не там канал и он даже чего-то там как сказать есть и подписка какая-то там есть я даже не знаю чего ему но вот он ходит и пишет привет всем здрасте там и вот под каждым видео под каждым и у него название вот название его этого канала это же его имя в ютюбе соответственно он как бы рекламируется вот 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 этим и вот у него метод такой он себя назвал и он дальше ходит пишет абсолютный бред и получает но там типа привет да и спам фактически спам и и люди должны его увидеть и люди на него кликнуть и вот там может быть кто-то подпишется и надо и я пошел посмотреть что там у него но сказать что не впечатлило это ничего не сказать поэтому я что хочу сказать всякие есть такое слово абьюсив вот у меня в фильме английские слова близняпрут я себя так как-то скручиваю чтобы найти подходящая русская вот слово абьюз по-русски это злоупотребление но вот есть люди злоупотребляющим я хочется какое-то слово получено назвать набрать найти но в общем вот есть люди которые вот так как-то так не симпатично это делают раскрутка идет от содержания когда у тебя контент сильный чего хочешь делать тебя от тебя найдут либо и будут смотреть и будет о чем поговорить найдут те для кого ты работаешь другие не пойдут и дай бог здоровья вот поэтому да и последнее чего вы хотите на этом свете это там на кого-то обижаться потому что у всех своя жизнь и никто не любит людей никто не любит людей я вам гарантирую которые приходят на раскрученный ресурс с единственной целью с единственной целью значит воспользоваться этим ресурсом там себя как-то пропиарить ничего не дав взамен этому ресурсу не деньгами участием вниманием времени и так далее и я больше скажу если вы приличный человек вы должны подумать над этим так бывает всякое там и так может занести куда угодно бывает вещи делаешь и потом стыдно вот у меня у меня такого было сколько хочешь моей жизни но подумайте просто над этим и спросить себя неужели я хочу быть вот таким глядя на которого люди такой брезгливую рожу делают и удаляют это что этот это то как вы хотите жить это то как вы хотите о себе заявить вот через это понимаете поэтому а есть еще такая форма значит пропиариться они берут фамилию или там название канала известного человека на которого много поиска идет вот в некотором смысле можно там наш канал так рассматривать и вот они норовят в название видео вставить там партнов или силиконвалы силиконвалы войс это вот тоже разновидность спама разновидность воровства такого да то есть они пытаются примазаться под кого-то кто известный кого ищут и дальше обычно какую-нибудь дрянь пишут или гадость или ерунду или вообще никакого отношения к делу не имеет и вот это видео которое значит женщина с претензиями повесила вот там тоже портнов имам сын там у него там вот вот пишут вот туда это форма воровства но такого воровства не такого за которые в тюрьму сажают а вот такого за которые руку не подают понимать поэтому нельзя дешевку делать вот такое у меня пожелание как бы и даме которые с претензиями и всем остальным кто думает как как себя в основном к ним конечно тем кто думает как создать что-то создать надо качественный контент и все и чтобы вас хотелось смотреть я вот еще скажу вам тут есть девочка хорошая она сделала канал называется у нее солянка шоу и она берет разных блогеров и как бы какие-то кусочки так из них нарезает и сама что-то говорит а дальше под свой рассказ вставляет этих блогеров и как бы у них такой диалог что ли происходит что я хочу сказать что в основном такое видео то есть как жанр как бы до такой синтетический это 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 понятно это может быть очень интересно на самом деле но дальше чтобы такое пошло это абсолютно 99 там и девять десятых процента это личность вот этого человека вот если бы это делал там не знаю жванецкий например да которого еще никто сегодня не знает но он уже жванецкий и он вот там компонует и он там по ходу пошутил гримаску сделал там намекнул там еще чего-то и вот весь мир идет смотреть жванецкого и заодно узнает про этих блогеров в данном случае вот девушка которая этим занимается значит у нее как бы получается обратный такой процесс то есть она берет блогеров которых как бы все знают а ее как бы еще никто не знает но но дальше я не знаю трафик там особо нет у нее и видео там всего штук пять и опасность этого всего еще состоит в том что там фрагменты чужих видео и каждый человек у которого этот кусочек взяли он может в какой-то момент в любой абсолютно момент он рассказать уберите меня оттуда понимаете и и погибнет видео и все это накроется и такой очень-очень стрёмный жанр то есть надо как бы заранее что ли с ними со всеми в какое-то соглашение войти может быть даже письменное потому что если потом youtube скажет ты чего сказать а вот у меня значит там то есть это сложно все это очень сложно но но идея хорошая то есть как бы я я я понимаю что если там классно это все так раскручивать хотя трудоемко как ужасно трудоемко пойти это подбирать маленькими кусочками из большого количества людей их надо при этом смотреть мама родная то есть столько труда вот и но во всяком случае во всяком случае как бы у меня от этой солянки шоу позитивное такое в целом впечатление она она добрая вот и ну посмотрим в целом как бы мы говорим о раскрутке до каналов я считаю что на ютюбе гораздо легче раскрутить что-то чем например там где-нибудь на интернете где конкуренция там десятки раз более сильно субъективно я не не берусь как эксперт это говорит но поскольку я пытался что-то делать там на вебе пытался ну смысле у меня есть довольно раскрученный сайт там portnov.com и с большим трафиком достаточно тем не менее вот такое у меня впечатление вот а в целом хочу сказать что независимо от причин и как бы как это получилось вот если кто-то считает что я в чем-то виноват то пусть он меня простит потому что я никогда и никому ничего плохого не делаю сознательно если где-то не сознательно и там между делом как-то получилось бывает бывает я я как бы заранее каюсь извиняюсь и если особенно если сказать сразу вот сказать вы знаете вот вот тут мне было там нехорошо я скажу ой ссоре я буду знать больше так делать не буду вот так что такие у нас новости счастливо